Всем привет, друзья, с вами Альтер, вы находитесь на канале Checker Out, а это реакция на первую серию второго сезона сериала Шакер. Свои предположения уже о сезоне я сказал в видео, где смотрел трейлер в конце. Вот, обещает быть крутым сезон, интересным, качественным. Давайте смотреть, но вначале я еще скажу, возможно будет косяк со звуком, если вдруг я не сразу замечу то, что перестал писать микрофон. И, ну, я просто вас предупреждаю, возможно будет такой момент. Формат видео... Иначе, да, ставку? И заставочку поменяли. Круто. Айтюб. Все мы знаем. Дай чудоводку! Дай чудоводку! Дай чудоводку! Дай! Ну, дала бы ты водку уж, а! Водку просил? Ну, серьезно? Так. Классная заставка сериала. Ну, прям по работе же над ней хорошенько. Бедный Аудик. У него еще и лицо такое. Кстати, саундтрек же еще вышел, Кошекер, надо тоже глянуть. А, он работает, походу, джанде там. Ручка. Кирк, кирк, кирк! Павел. Павел. Сос August. 他 как бы, как бы! Павел. Мне ему вновь. Вы головы дедуши. Я верю. вот она работа труд физический здравствуйте в эфире экстренный выпуск новостей студии екатерина черкашина вчера завершился суд по делу жестокого убийства полицейского айдоса назарова который продлился чуть меньше полугода убийцу задержали после вооруженного нападения в продуктовом магазине в результате которого была ранена женщина убийцы оказался 42 летний ергазы шалкар он пистолет нашел тут все может возвращаться получается красавчик красавчик я-то думал да этот отпечатки же и так далее вот он продолжение все кстати его задержали как того задержали если это потому его отпечатков нет на тачке эй хули стоишь работай давай хата да есть какой-то низкий потолок ну тут так кажется пора валить и делать делишки грязные а 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 пока это Я тоже говорил, что напоминаем докера, и оттенок тоже такой желтый. Пролетчики вернулись, крутые. Хочется в Казахстан сгонять. Смотришь и просто вот так и манит. Надеюсь, когда-нибудь получится приехать и погостить. Китай на Валматы. Китай на Культан. Нужно сигареты? Что, новый бизнес? Алло. Да, здравствуйте. Все верно, я заказывал Биг Бен Гель 100 штук. Ага. И помпу штук 10. Угу. Да, все верно. Да, да, понял. Да, хорошо. В 7-30 доставка. Принял. Я вам перезвоню. Я вам перезвоню. Салам. Долбоеб, сука! Успокойся, брат! Брат! Ты охуел, что ли? Поставить меня хотел? Ты о чем? Да, ебан. Килограмм в хуйне своей оставил, блядь. Бля, я про это забыл. Sorry, братан. Реально. Ты охуел, что ли? Какие звянки, блядь? Бля, Кана родной. Реально, прости. Я забыл про это. Сука. Кана. Родной. Звянки, говорю уже. Где Наху со своими извинениями? Да, я ебан. Я забыл. Я, блядь, смыл его весь. Ты что, долбоеб? А что, блядь? Ты нахера? За этот килограмм меня выебал? Ты же все равно забыл? Маманы ебали тебя, блядь. Правильно сделают. Гандом, сука. Реально, братан, прости. Да иди нахуй, блядь. Друзья. Прости, а. Реально, звянки. У меня просто другого выхода не было. Выхода, блядь, не было. Где ты был? Что, набрать времени не было? Кутахбаса. Я думал, ты сдох, блядь. Да, брат, я тоже так думал. Ты просто знаешь, нужно было съебаться. Кутахбаса, блядь. Интересно, он скажет по причинам? Я рад тебя видеть. Да? Друзья. Тебе тоже рад. Спасибо. Пожигу. Пссс, 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 пссс. Пссс, пссс. 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 Я все равно как объяснился перед родителями. Ммм. Какой кайф. Пссс. Походу там, где ты был, бургеров не было? Я не просто с утра не халал. А что, может уже расскажешь, где пропадал? Что делал? Бля, не грузи, брат. Может поговорим о том, как ты начал торговать хуями? Братан. Попрошу. Не хуями. Интим товары. Ой, бля. В нашем мире очень много людей, нуждающихся в ласке. В понимании. В удовольствии. И я торговец удовольствия. Я им это продаю. И что, много можем заработать? Да. В этом месяце лидером продаж стал крем Биг Бен. Для увеличения членов. Сто упаковок просто улетели. Реально помогает? Да не хуйня. Просто из-за перца член опухает на время, потом успокаивается. Но... Братан. Для тебя, если есть с этим какие-то проблемы, могу предложить помпу. Есть вот синенькая, есть розовенькая. Выбирай. Иди нахер, Кана. Ладно, угораю. А что, какие планы вообще? Да. Думаю, в универ восстановиться. Что? Пульс мерзкий, я серьезно говорю? Я еще на работу хотел устроиться. Ох, ебать! Ну, красавчик че. Только это... Можно у тебя перегонтироваться в первое время? Да, падай. Только, братан, не приставай к ней, хорошо? Она на продаже у меня. Ой, бля, на хуй сдалась. И это... Вещи возьми в шкафу нормальные, ходишь как бомж. Раха, брат. Да, расползли. Меня сейчас мысль такая посетила. Может, это все мулька специальная с алкашом? Что типа его поймают? Ну, потом скажу. Володя, это ты? Да. Салам, брат. Салам. Ты куда попал? Да, уезжал, в основном по делам. Да? Прикольно. Короче, тут про тебя капец слух ходили. Ну, типа от тебя какая-то телка залетела. Да, пиздер все это. Я на самом деле человека убил. И полгода скрывался. Серьезно, что ли? Шучу, конечно. Нет. Шутник. Остановиться хотел? Да блин, ты все равно не будешь учиться. Тебе легче купить диплом. Ну, типа сразу, без проблем. На диплом сколько стоит? Ну, если ты хочешь, я могу узнать. Остань сюда номер. Тебе напишу потом. Давай. Давай. Пошел тогда. Мне еще деканат нужно взять. Давай, давай. Чтобы восстановиться, вам необходимо заплатить за второе полугодие. Также оплатить разницу предметов. В итоге вам нужно заплатить 535 тысяч тенге. Ну, вот, походу, на это и надо будет ему деньги. Кому интересно тот написал? И почему на его другу так не вышли? И почему на его другу так не вышли? Алло, здравствуйте. Да, насчет объявления. Алло. Нет. Нет опыта. Здравствуйте. Я по объявлению звоню насчет вакансии. Нет. Нет. Слушай, на рынок, мне кажется, грузчик нужен по-любому. Опыт есть. Что там, нашел работу? Да, в министерстве. Не видишь? Я сейчас работу делаю уже. А что ты тупишь? Давай вместе работать. Курьером будешь развозить все это. В смысле, ты моим боссом хочешь стать? А что, тебе западло, что ли? Да, западло. Ты же не потянешь меня. Цайбалт, тур давай. Давай. Давай объясни, что как. Давай. Ой, ну ладно, ну че ты. Лицо-то какое. Здравствуй, Заюш. Привет. Посылочка. Благодарю тебя. Это просто спасибо, пупсик. Открыто. Спасибо. Спасибо. Спасибо, молодой человек. Забавно так, если он кому-то своему знакомому привезет. Что-то какой-то фильм, да? Коротко не трошу, походу, у вас. Ну да. Кукулелька. Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Ялк Отмывал я твой килограмм. Бля, кана, сука! Субтитры сделал DimaTorzok Что он написал-то? Он там как будто печатал что-то. Ты мне поможешь раскидать штаб? Да фак! Блин, быстро. Так, ну походу косяков не было со звуком. Классная первая серия. Мне очень понравилась. Давайте немного пробежимся по кадрам. И, собственно, заодно поболтаем. Скрывался Алдик, в общем, в другом городе. Грузчиком где-то на рынке, видимо, работал. Тема с тем, что в итоге задержали другого. Задержали, собственно... И понятно почему то, что пуля из этого пистолета была. Нашли... Из-за того, что он вначале косякнул, стрельнул в продавщицу. У него та же самая пуля. Ну, короче, вышли на этого чувака. Ну, да, окей. Типа он затер там все... Все улики. Вот. Вообще не будем докапываться до этого. Все, задержали. И, собственно, путь чистый. Алдику. Вернуться можно спокойно. Соответственно, моя мысль то, что... Соответственно, моя мысль то, что это все спланированная акция, чтобы выйти на настоящего убийцу, оказалась недействительной, неверной. И поэтому давайте ее забудем. Вот. Очень круто то, что показали, что чувак все-таки вернулся к тачке, затер все улики и избавился от пистолета. И это все классно. Это нужно было сделать. Потому что, ну... Было бы странно, что его не поймают. Так. Есть крутые замуты со съемкой. Вот это же в комнате то, что у него кружится. Камеры показывают его. Везде, чего происходило. Типа в его хате. В том жилье, где он жил. Вот. Сейчас только один момент прочекаю. Кадр есть у него. Да, рюкзак стоит у постели. Ну, может он там всегда, конечно, приготовлен фиг знает. Ну, можно было поменять. Ладно, окей. Неважно. Пу-ту-ту. Классно то, что пролеты вернулись. И крутые ракурсы у нас есть. Друг его Кана теперь у нас торгует игрушками для взрослых. Это очень забавный момент. Классно то, что ему приписали это. Может это как-то еще и используется. Но. Круто. Круто. Красавчик. Вот он. Типа старается двигаться по чистому пути. Так скажем. Красавчик. И красавчик то, что не отвернулся от него. Что тот пропал в итоге и так далее. Вот она настоящая как бы дружба. Это очень круто. Вот. И общение у них тоже самое осталось. Как будто, знаете, он не пропадал там на полгода. Момент с... Кто это? Одногруппник? Не, не одногруппник. Ну, короче, в институте. Почему те курьеры вышли... Ну, тот курьер вышел на него, а не на друга его? И как они вообще вышли на этого? Непонятно. Может, узнали, типа, кто старост в группе. И просто сказали, дай знать, если увидишь Алдика. А про друга, может, они ничего и не знали. Возможно, так. Короче, нужны бабки. Алдику. Проблема. Раз. Он начинает искать работу. Кстати, вот кадр... Ну, то, что разбавили кадр, везде вставили его. Тоже классная тема. Еще и под музыку вставляли. Прикольно. Начинает искать работу, если бы ничего не... Не нашлось. И, опять же, круто то, что друг ему предлагает... Тянет руку помощи. И предлагает таскать, толкать. Опять же, быть курой. Но уже возить игрушки для взрослых. Вот. Так. Что за фильм тут? Джолик Пен. Джо Дескенде. По-моему, так. Желтый Оксан. Короче, не знаю. Но, как будто... Что это такое? Короткометражка какая-то? Которая выигрывала где-то на фестивалях. Ну, видно, тут ветви какие-то, как будто награды. Не знаю. Ммм... Очень крутой момент то, что... Алдик наблюдает вот... За красивой жизнью, как раз таки. Что... Все классно. Типа, у мужика... Две девушки. Я не знаю, кто это, конечно, ему может. Точки. И тачка крутая. И красивые девушки рядом. А может это вообще просто... Нет, не водитель точно. Ну, в общем... Ему тоже этого всего хочется. И он, мне кажется, добьется всего этого. Посмотрим. Вышли в итоге на него. Оказалось то, что тому однокрупники звонили эти... Ну, это... Чуваки, хорошие ребята, курьера. И то, что... Ну, это было ожидаемо. Потому что об этом, собственно, говорили Кана и Алдик в начале. То, что этот килограмм был слит в унитаз. Вот. Очень серьезные ребята. Классно. Мне понравилась отсылочка на криминальное чтиво. Тачка, может, та же самая. Фиг знает, конечно. Что-то не прочекал. Донер. Это что такое? Шавуха, типа? Если шавуха, то... Мне понятно все. Вот. И все-таки красавчик. То, что он не смыл... Этот... Килограмм. Потому что Алдик вообще было бы хреново. Круто. Круто. И оставил ведь это все. На свой страх и риск. Вообще жесть. Пу-пу-пу. Ну и все, по-моему, да. В следующей серии у нас Алдик снова... Вернется... В свою стезю, так скажем, на свою дорожку. Опять начнет разбрасывать эти пакетики. Продумывает, что, как это сделать. Что-то не спалиться. Но в итоге, походу, спалится. Неплохая, неплохая серия. Да что неплохая. Хорошая серия. Наконец-то сериал вернулся. Печально, что так рано. То, что я вот не успел еще набрать материала. И я думал... Ну ладно, короче. Чего объяснять уже все. Как вам серия? Как вам реакция? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out. Продолжение следует.